Спонсор показа – наш интернет-магазин умабук.ру. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта умма.ру. Сура Юсуф, 12 сура Корана. Мы с вами на Ваазе сегодня порядка двух часов говорили с акцентом на воспитание детей и участие отца, отцов в воспитании детей и сыновей и дочерей. И вот в этом процессе воспитания нужно уметь в том числе передать очень мощный стержень верующего человека. Конечно же, в первую очередь отцу самому нужно иметь этот стержень при любых обстоятельствах, который сохраняет твердость, уверенность в себе и в Божьей милости. И, конечно же, что очень непросто суметь донести до три года, пять лет, семь лет, десять лет, тринадцать лет, пятнадцать, семнадцать, двадцать и до двадцати пяти разными языками и живым примером, и в разных формах, формулировках донести до своего ребенка, как сына, так и дочери. Очень важно суметь и самому приобрести и передать детям стержень уверенности, стержень далекой нашей не идеальности, но всемогущества Творца. Читая суру Юсуф, обратите внимание, через сколькие трудности он прошел. А потом обратите внимание, чего он добился. Как в одном из хадисов Пророк Мухаммад говорит, . Вы должны иметь цель. И в том числе . Всевышний не перестанет вас одаривать, своей милостью, пока вами не овладеет чувство печали и тоски. Вы разуверитесь, вы потеряете надежду, ну, сами себе подписали проигрыш четвертой и пятой роли в жизни. Всевышний здесь ни при чем, и другие люди здесь ни при чем. Только вы сами. Отчаяние, печаль, грусть. Это очень неправильные качества. Они могут появиться, но они не должны укореняться. Это целая отдельная тема. Так вот Юсуф в свое время, имея очень светлая перспектива. Родившись в семье Пророка Иакуба и Иакова. Чувствуя эту любовь отца, в том числе, конечно, злые козни, сводных братьев, но неважно. Дом, опека, радость, домашнее семейное счастье, мудрость отца Иакуба и Иакова. И вдруг с детства Юсуф оказывается… Сначала его хитростью сводные братья увели из семьи, потом опустили в колодец, и потом он был продан в рабство. Слава Богу, аль-хамду лилля, на наше с вами поколение понятия рабства уже нет в мире. Но когда-то оно было. Это отсутствие каких-либо прав вообще. Юсуф проходит через многие годы рабство. Хотя сам был свободным человеком. Юсуф проходит, в том числе, абсолютно никак не заслуженного тюремного заключения. В Тафсирах в Коране не говорится, сколько лет. Но в Тафсирах говорится, что порядка двенадцати лет он просидел в тюрьме. Вообще абсолютно не заслуженно. То есть мало никому не покажется. У нас, когда что-то отняли, или нам что-то не дали, мы можем обидеться. Некоторые из нас обидятся на всю жизнь, а некоторые из нас еще эту обиду принесут своим детям. Что у нас фамилия не такая, национальность не такая, цвет кожи не такой или еще что-то. Вот они плохие, другие тираны, пятые, еще кто-то нам не дадут, нам не дали, ни отцам не дали, ни тебе не дадут. И вот так вот будешь на вторых ролях хотя бы себе заработать на кусок хлеба, скажи. И что это за отец такой? Что же это за размазня какая-то? Человек верующий, тем более отец. У кого из вас двое-трое детей, вы это знаете. У кого четверо, еще лучше знаете. У кого пятеро детей, еще лучше знаете. Но если вы бываете с детьми, если вы с ними общаетесь, если до них что-то хотите донести, им объяснить, это очень сложная, большая работа – быть отцом или быть матерью. И в том числе передать ребенку эту веру в себя, во всемогущество Всевышнего, что в этой жизни все возможно. Юсуф через все этапы трудностей, унижений, оскорблений, рабства, тюремного заключения порядка двенадцати лет, даже намека нет на то, что он отчаялся. Вот суру двенадцатую почитайте. Там даже намека нет, что он кого-то винит. Даже намека нет. Ни братьев не винит, никого не винит. И вот, когда его освобождают из тюрьмы, Астахлис в 54-м аяте говорится, и правитель Египта говорит, я хочу с ним поговорить наедине, один на один, лицом к лицу. То есть мне хочется увидеть этого человека. Юсуф пронес через все, через рабство, унижение, оскорбление, тюремное заключение пронес эту сильную, ровную, спокойную, надежную, уверенную в себе личность. Но до 54 аят идет 53-й. Это очень важное качество сильной личности. В двенадцатой суре, в 53-м аяте упоминается очень важное качество, неотъемлемое качество сильной личности. Без этого качества личность сильной никогда не будет. По-настоящему сильной. Юсуф, когда выходит из тюрьмы, он говорит . Я не считаю свою душу кристально чистой, он говорит. И здесь я в свое время в квадратных скобках специально написал. Я в квадратных скобках, я поясняю здесь, несмотря на те сложности, трудности, притеснения, которые пришлось притерпеть на протяжении десятилетий, это я поясняю здесь. Он через все это прошел. И он говорит . То есть у него встреча с первым лицом самой крупной империи того времени. Без посредников. И вроде как, я этого заслужил, я через столько прошел. Да нет. Он говорит, я не являюсь кристально чистым. . Я не считаю себя безгрешным. Да, он как пророк. Пророки безгрешны. Но здесь чуть другой смысл. . Поистине нафс побуждает к плохому. Ну, вы знаете, с точки зрения мусульманского богословия в человеке есть нафс и рух. . Нафс побуждает к плохому. . Рух – это божественное, это высокое. Оно побуждает нас к хорошему. Это тоже аят в Коране. Он говорит, как человек, как носитель нафса. . Я не считаю себя кристально чистым. . . Нафс всегда побуждает к чему-то плохому. То есть здесь работы на всю жизнь хватит. . Даже если чего-то мы добиваемся, это . Это Божия милость к нам. Это не мы такие велики. То есть, как раз я сказал, сила личности в понимании того, что не ты такой великий. В тебе есть много плохих качеств. И то, что ты их в состоянии побороть. То, что ты в состоянии их держать под контролем. Аль-Хамду Лилля. Молодец. Но это изначально . Милость Всевышнего к тебе. . . Поистине Господь мой всепрощающий и всемилостив. И вот потом обратите внимание на 55 аят. Никого не винит. Не себя, в том числе, не чувствует кристально чистым. Встречается с правителем Египта того времени. Самой крупной империей мира. И говорит . . Дай мне возможность управлять всеми твоими богатствами. И я надежный человек. И правитель Египта отдает ему управление всеми богатствами. И Юсуф проводит страну через годы как изобилия, так и голода. И в итоге никто с голоду не умирает. И все благополучно. И в годы изобилия, и в годы засухи и отсутствия урожая, вся страна благополучно проходит через все кризисы. Юсуф так все организует. И в свое время, я здесь на полях написал карандашом. Он сказал . Я надежен, он сказал. Здесь я на полях написал. Языком нашего времени. «Яхт и личных самолетов покупать не буду, государственные деньги выводить в офшоры не буду». То есть я человек, на которого можно положиться. Я не дошел до государственной кормушки, чтобы набить себе карманы. Я хочу принести пользу обществу. И это есть в каждом из нас в той или иной степени. И в том числе мы, как отцы, должны понимать, что вот этот анализ жизни, прописанный в Куране отношение к жизни, к жизненной ситуации, мы должны не только сами понимать и применять, но передать своим детям.